Природный календарь славян, основан на четырех главных точках, днях осеннего и весеннего, равноденствия, зимнего и летнего, солнцестояния, они определяются астрологическим расположением, солнца, относительно земли, возможно смещение, в датах, от 19 до 25, вот как называли наши предки месяцы, в которых справляли главные славянские праздники. Январь – просинец, февраль – лютень, март – березень, апрель – цветень, май – травень, июнь – червень, июль – липень, август – серпень, сентябрь – вересень, октябрь – листопад, ноябрь – грудень, декабрь – студень, 3 декабря – день памяти, богатыря Святогора. В этот день славянами вспоминается и почитается богатырь-великан Святогор, принесший Руси большую пользу в борьбе с печенегами. Его подвиги описаны наравне с героизмом Ильи Муромца в славянских былинах, жил он на высоких святых горах, а по преданию его тело захоронено в гульбище, боярском кургане больших размеров. В такой праздник хорошо рассказать своим потомкам о великане Святогоре и продлить память о его наследии, поведать и о родных богах славян. 19-25 декабря Карачун Карачун – второе имя Чернобога, спускающегося на землю в дни зимнего солнцестояния, коловорота, длится три дня в промежутке с 19 по 25 декабря. Карачун является злым подземным духом и имеет при себе слуг в образе медведей, буранов и волков, метелей. Это мороз и холод, укорачивающийся день и беспроглядная ночь. Однако вместе с этим Карачун считается справедливым богом смерти, не нарушающим земные порядки просто так. Чтобы защититься от гнева Чернобога, достаточно соблюдать правила и носить славянские амулеты обереги. 31 декабря – щедрый вечер, щедреца. В этот день больших зимних святок готовились к наступающему в полночь Новому году и так же, как и на Каледу, собирались и выходили по улицам играть представления. Собирать угощения, славить и щедрых хозяев и шуточно ругать скупцов. «Щедрый, добрый вечер!» – кричалось каждому прохожему в приветствие. Отсюда и пошло название этого зимнего славянского праздника со времен языческой веры. 6 января – Турицей, Тов, это сын Велеса и Макоша, покровитель пастухов, гуслеров и скоморохов, юношей, будущих воинов и кормильцев семей. В этот славянский праздник производился обряд посвящения в мужчины, а также выбирался главный пастух в селении. Этот праздник закрывает Велесовы зимние святки и поэтому все спешат погадать последний раз, что же ждет их в будущем, накрывают богатый стол. 8 января – Бабьи Каши. В этот славянский праздник чествуют поливальных бабок и всех старших женщин рода. Им преподносятся щедрые дары и славления, а в ответ они обсыпают своих детей и принятых когда-то младенцев зерном с благословлением и пожеланием щедрой долей легкой судьбы. Символ рода в славянских оберегах также помогает сохранить связь между поколениями, привить потомкам уважение к своим предкам. 12 января – День похищений. В этот неславянский праздник, а памятный день Велес похитил супругу Перуно, Додолу или иначе Диву в отместку за отказ на предложение руки и сердца, а позже и Марену, супругу Дождьбога, которая стала женой Каще и родила ему много дочерей демоницы. Поэтому 12 января остерегаются выпускать девушек гулять одних и работают над усилением личных защит, изготавливают украшения амулеты, вышивают на женских рубаха обережные орнаменты. 18 января – Интро. Это древнеязыческий праздник славян, в день которого они почитают участника воинского триглава Интро. Он, Волх и Перун составляли свод качеств, необходимых для воина. Интро символизировал свет и тьму как борьбу противоположностей и необходимость выбрать верное, порой и жесткое решение. Также Интро – Индрик-зверь является и покровителем колодцев, туч, змей, новим богом, поэтому в такую ночь ведуны заговаривали на защиту все печные трубы, чтобы темные духи в виде змей не смогли проникнуть в дом. 19 января – Водосвет. Можно заметить, что обычаи этого праздника очень напоминают христианский праздник Крещения. Однако христиане заменили название языческого праздника Водосвет на Крещение Господня, а суть и традиции остались прежними хоть это и не христианский праздник и даже католики не отмечают 19 января. В этот день славяне отмечали языческий праздник Водосвет. Считалось, что собственно в этот день, вода делалась светлой и превращалась в целебную. По традиции в этот день купались в проруби. Если окунуться не было возможности, тогда обливались водой в теплом месте. После того, как все искупались, собирались гости и желали друг другу здоровья до следующего водосвета. 21 января – Просинеце. Этот славянский праздник посвящается славлению небесной сварги и возрождению солнца, смягчению холодов. В древности языческие ведуны вспоминали и благодарили Крашеня, давшего людям огонь для растопления великого льда и пролившего из небесной сварги живительную сурью – воду, которая 21 января делает все источники целебными и омолаживающими. 28 января – день угощения домового Велесича, Кудесы. В этот день славят детей Велеса, его небесных воинов и благодарят Бога за такую защиту рода. Также не забывают и про домового, угощают его самым вкусным в доме и просят не обижаться на что-либо, поют ему песни и сказки, стараются задобрить и развлечь. В этот день кудесит все от духов до людей, поэтому не стоит удивляться происходящим чудесам и подшучиваниям батюшки Велеса над нами. Если хочется, то можно принести требы под елили, сделанный кумир родного Бога прямо в лесу.